МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Год 13-й был для компании очень продуктивен. Мы достигли на рынке значительного прорыва в нашем бескарченном решении RDETA CLOCK CA. Это защита для наших классических бродкастеров. Сейчас мы уже говорим о 30 операторах в мире, которые за последние два года с момента запуска бескарченного решения перешли на это решение. И говорим о 10 миллионах конечных пользователей, которые его сейчас используют. Это что касается защиты традиционной, так сказать, системы conditional access system. Также за последний год мы активно продвинулись с решениями over the top. Сейчас мы выпустили на рынок решение multi-screen 4.0, которое показывает и дает персонализированный контент, персонализированное потребление для абонентов. Здесь мы затронули моменты лучшего поиска контента, персонализации контента, социальной интеграции и так далее. И предоставили данное решение на множество экранов, multi-screen. Более того, мы разработали абонентские приложения, которые может оператор взять и очень просто установить на конечное устройство. Тем самым сокращается время выхода на рынок, стоимость затрат на разработку. Ну и безусловно, данные приложения могут быть легко кастомизированы для нужд оператора. Еще одним важным решением на рынке является борьба с пиратством. Revenue Assurance. Данный сервис предоставляется с целью того, чтобы помочь оператору определить, где происходит утечка возможного дохода, будь то сервисы PayTV для классических бродкастеров или сервисы Over the Top и помочь бороться с этим, то есть обеспечить возврат этого, по сути, этой, по сути, недополученной прибыли от оператора. Что мы конкретно делаем? Здесь, опять же, ряд возможностей решений. К примеру, интернет-мониторинг. Имея некий эксклюзивный контент, оператор планирует получить некую прибыль, купив права на какой-то территории. Но при трансляции понятно, что существует пиратство, и пираты могут воспользоваться этим незаконно, редистрибутировать контент, продавать его дальнейшим и так далее. Что делает Rdata? Rdata подключается к самым популярным интернет-источникам, быть, тупер-тупер-сети, сабер-локерс, лайв-тв-видео-контенты и так далее. Также анализирует рекламные сети, поисковые системы, выискивая тот контент, который в данный момент имеет, может быть, в данный момент показывается, или на тот, который оператор имеет права, или студия. Тем самым мы выискиваем все пиратские источники, которые дублируют официальный источник, и закрывая их, даем оператору больше возможности заработать на данном контенте. То есть улучшаем эффективность дохода с единицы контента. Более того, мы пошли дальше. Используя эти методы поиска, мы также делаем бизнес-консалтинг для оператора, ибо зная, какой контент более популярен на рынке, а именно, какой больше пиратится, мы можем посоветовать оператору больше сфокусироваться на его продвижении в его библиотеке, в его сервисах. А некоторый контент, к примеру, вообще неинтересен публике, и его, наверное, стоит, скажем так, меньше промотить и тратить на него время. Что мы видим на рынке в целом, R-Data, на мировом рынке, это переход от линейного ТВ и к персонализированной медиа. Сейчас, если смотреть на страны США, то до 90%, до 98% населения к 2015 году будут смотреть телевидение по собственному расписанию. А в Англии, к примеру, как в Западной Европе, это цифра на уровне 60-70%. То есть реально люди перестают смотреть линейное ТВ, а именно то, что им показывает его оператор. Переходя на некие интерактивные сервисы, ну, началом того было, допустим, функция PVR, да, то есть элементарная кнопка пауза, которая позволяла избавить человека от привязки к расписанию программ, передач, и не сидеть перед телевизором, ждать конкретного времени. Можно поставить на запись, можно перемотать, выйти, отойти и так далее. Дальше шагом, следующим шагом к этому движению была социальность. То есть добавление социальности в ТВ позволило людям общаться, делиться своим ощущением от просмотра, рекомендовать, да, ставить лайки и так далее. И, скажем так, позволять общаться в своем круге интересов. Ну, и, как бы, последний вот ветвь, куда все это движется, это персонализированное ТВ, персонализированное медиа, я бы сказал больше, да, то есть это уже потребление контента по предпочтениям самого зрителя. То есть оператор знает, что человек хочет посмотреть, он может предоставить этот контент в любое время на любых устройствах, он может использовать таргетированную рекламу, таргетированное продвижение каких-либо сервисов и обеспечить человеку социальность. То есть, опять же, то, что он любит, как в социальных сетях, оказывать свои предпочтения в социальных сетях контенту, расставлять комментарии и так далее. Вот мы видим реальный тренд движения в этом направлении к персонализированной медиа. Андрей, насколько эти тренды, которые вы описали, характерны для России? Безусловно, в развитии новых технологий Россия немножко запаздывает. То, что случалось, что мы видели в США, к примеру, 5-8 лет назад, можно имплементировать уже на Россию. И это действительно, в принципе, отражает наши ожидания. В России и СНГ появились множество оверзотоп-сервисов, много интерактивных сервисов. Все эти сервисы предоставляют некую социальность, интерактивность, персонализированные медиа и так далее. И ИРД-то готовы в этом помогать. Так же, как в борьбе с пиратством. А что наиболее динамично развивается? Какой сегмент рынка платного ТВ? Кабельные операторы, спутниковые операторы, ОТТ, то есть операторы сотовой связи? Если брать наш регион в целом, взять Восточную Европу, куда входят и Россия, и СНГ, мы видим сейчас бурное развитие Т2. Если говорить про бродкаст, это, безусловно, связано с тем, что есть лимитированные рамки перехода на цифру нашего эфирного вещания до 2015 года в ряде стран. И поэтому сейчас большинство бродкастеров, которые реализуют данные проекты, сфокусированы на этих проектах. Безусловно, мы там же говорим про гибридные решения, то есть самое популярное сейчас на рынке это Т2-тюнер с, допустим, гибридной частью over the top. То есть человек может смотреть и эфир, и потреблять ту медиа, ту персонализированную медиа, о которой мы говорим, на том же устройстве. Также большое количество смарт-ТВ стимулирует потребление данных технологий и Т2, и over the top. Ну, over the top, безусловно, развивается очень сильными шагами. Мы видим много игроков, мы видим, что классические операторы, понимая, что они теряют часть доходов, потому что клиенты занимаются, допустим, корт-каттингом или корт-шевингом, да, срезанием каналов программ, меньше платят классическим бродкастерам, больше берут контента в over the top-сетях или вообще отказываются от классического проводного, так скажем, да, корт-каттинг провайдера и полностью уходят в интернет, потребляют все там. Видя это, безусловно, они начинают шевелиться, они начинают реализовывать собственные over the top-проекты, так что вот эта тенденция, она, безусловно, будет сохраняться, и я вижу, что потенциал огромен. По статистике информа за следующие там 4 года, начиная с 12 по 17 год, рынок over the top вырастет в 12 раз. Эти цифры о чем-то говорят, и реально игроки рынка видят, куда, где лежат деньги, скажем так. И, наверное, последний вопрос о технологических тенденциях рынка платного ТВ. 4К, вот вы сказали уже о гибридной платформе, когда просто мультискрин, может быть, и секонд-скрин. Ну, мультискрин – это понятие, охватывающее, ну и секонд-скрин, естественно, да, потому что он малти. Мультискрин – это, скажем так, увеличение количества экранов для классического бродкастера. Если я клиент бродкастера и смотрю это на одном экране, то внедрение сервисов мультискрин от моего провайдера позволит мне потреблять контент, во-первых, на множестве экранов, ну и, во-вторых, добавит мне вот эту свободу действия смотреть в любое время, в любом месте, где я этого хочу. Причем любой контент, не обязательно live TV. Мы говорим про видеон-деманд, качап и так далее, разнообразные сервисы. Сейчас не так много тюнеров, я бы сказал, даже совсем немного позволяют воспроизводить 4К. Сейчас мы, как правило, говорим про HD-контент. 4К – это, я бы сказал, некое новшество, которое, безусловно, хочется попробовать каждому из операторов. Я знаю, некоторые уже пробуют в таком, в трайльном варианте. Но за этим, безусловно, будущее. Посмотрим на развитие тенденции телевизоров, поддерживающих 4К, посмотрим на сет-у-боксы, поддерживающие 4К. Тогда будем говорить. Продолжение следует...